приветствую вас дорогие зрители и подписчики перед просмотром хотелось бы попросить чтобы вы поставили лайк и подписались на канал приятного просмотра леонид и кубович с ноября 1991 и по сей день является бессменным ведущим и руководителем поле чудес уже 30 лет он предлагает крутить барабан просит открыть букву слушает стихи и песни угощается щедрыми дарами игроков но душа леонида аркадьевича явно всегда хотела большего капитал шоу в жизни дяди лени было далеко не всего да и возникло в общем-то случайно а прежде он был ведущим первого московского конкурса красоты работал аукционистом писал сценарий для и ралаша снимал документальные фильмы и кто бы мог подумать что леонид аркадьевич серьезный драматический актер а выяснилось это благодаря эдуарду боякову который пригласил якубовича сыграть старца никандра в спектакле лавр в этом есть конечно ирония и мудрость и расчет ирония в том что что рожденный в чистокровной еврейской семье актер играет православного монаха и крестится мудрость в том что показал он себя большим талантливым и очень интересным на сцене недаром же носит звание народного артиста расчет же в том что у нас как известно публика идет на звезду и когда увидит в афише имя ведущего поле чудес то захочет вживую посмотреть на него с окладистой бородой в рясе с крестом в нем почти невозможно узнать всегда задорного якубовича из телевизора и даже голос какой-то другой шокированные зрители начинают шуршать программками мол точно ли этот старец известный ведущий впрочем в лавре удивляет не только и кубович сам спектакль в котором занятые дмитрий певцов рассказчик и алиса гребенщикова устина это безусловное событие в театральной жизни москвы если прежде мхат имени горького много десятилетий считался театром даже не второго сорта говорили о нем только с ехидством а критики за версту обходили то этой постановкой он многих оставил далеко позади житье средневекового лекаря арсения описанная в нашумевшем романе евгения водолазкина здесь рассказана очень современно стильно с большой фантазией дорогие многоуровневные декорации с лифтом и рекой живой этнический музыкальный коллектив настоящий волк три с половиной часа пролетают мгновением при этом история огромной любви и самопожертвования подается без надрыва дидактики а легко и даже с иронией старославянский язык органично соседствует с упоминаниями хипситеров и дизайнеров клейма икон со светодиодными контурами храмов принято зубоскалить по поводу любви воцерковленного режиссера и худрука мхата к славянофильству спорить с его гражданкой позиции искать источники его вдохновения в спектаклях других режиссеров но после лавра даже самые язвительные крики боякова рассыпаются в комплиментах и восторгах он сумел удивить напишите свое мнение об этом в комментарии обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал чтобы не пропускать свежие новости каждый день спасибо за просмотр